Здравствуйте, друзья! Безумная истерика российских властей, которые вдруг в 2022 году решили устроить противостояние с НАТО, продолжает приносить свои плоды. Правда, совсем не те, на которые рассчитывал Кремль, а противоположные. Теперь о возможности вступления в НАТО задумалась даже Финляндия, которая до этого десятки лет оставалась нейтральным государством. Недавно, например, министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране необходимо сохранять возможность подачи заявки на членство в НАТО, учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в Европе. И финнов можно понять, потому что сумасшедшие российские имперцы продолжают угрожать не только Украине и Грузии, но и, в принципе, всем своим соседям, о чем свидетельствует недавнее заявление вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого. А он недавно заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. И вспомнил, конечно же, и о Финляндии, заявив, что она тоже должна войти в новую империю, осознав ничтожность своего положения. Сразу видно, что человек плохо знает историю и плохо помнит о том, чем закончилась предыдущая попытка вернуть Финляндию в состав империи в 1939 году. Понятно, что реакция на такие заявления россиян абсолютно предсказуема. И генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что если понадобится принять Финляндию в НАТО, то это сделают очень быстро и никаких препятствий не будет. То есть, благодаря идиотской политике российского руководства, задумываться о вступлении в НАТО стали даже те государства, которые раньше об этом не задумывались. Кстати, примерно такой же эффект имеет и информационная политика Кремля. Чем больше Кремль что-то ругает или критикует, тем больше это становится привлекательным. Ну и раз уж мы заговорили об информационной политике, поскольку кремлевская цензура постоянно блокирует неугодные сайты с неудобной для себя информацией, все большее распространение получает такой инструмент, как VPN. И сегодня я как раз хочу вам порекомендовать один такой VPN. Это сервис Surfshark. Он удобен, работает очень быстро. К одному аккаунту можно подключить сразу несколько девайсов, и телефон, и компьютер. Найти его можно по ссылке в описании, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, и никакие блокировки не будут вам страшны. Вообще, меня поражает, почему россияне до сих пор не видят очевидного и не понимают, что все действия российского руководства на сегодняшний день приводят к противоположному результату и имеют отрицательный эффект. В результате всего этого бряцания оружием. Всех этих громких заявлений авторитет РФ в мире не растет, а наоборот падает. А привлекательность РФ как партнера вообще стремится к нулю. И своих нынешних союзников Кремль может вообще удержать лишь с помощью грубой силы, как это произошло уже в Беларуси и в Казахстане. Потому что желающих добровольно любить этот новый совок, выстраиваемый Путиным, все меньше и меньше. И ярчайший пример провала РФ это как раз наша страна, где на 2014 год абсолютное большинство населения относилось к россиянам очень доброжелательно, лояльно, а сегодня картина ровно противоположная. И такой результат исключительно возник благодаря действиям российского руководства. Вот только им нужно за это сказать спасибо. Как во всем этом миллионы россиян умудряются видеть какой-то хитрый план Путина и поощрять то, что он делает, поддерживать эту политику, для меня это какая-то совершенная, абсолютная загадка. Подписывайтесь на канал и вместе будем в этом разбираться.